Приветствую вас, аноним, вот, ну, у вас есть имя, но, как бы, я всё-таки буду называть вас анонимом, вот, давайте разберём вашу, вашу ситуацию, ваш вопрос. Ага, начнём, пожалуй, с того, что вы совершенно прав, говоря о том, что вы сейчас ребёнок, вы действительно ребёнок, вы находитесь в детском состоянии, в капризном состоянии, в состоянии у меня лучше в игре, в детской игре у меня лучше, у него хуже и так далее. Всё это связано с тем, что хочет ваше дитя, то есть, какие у вас желания, вот, ибо ребёнок – это то, что мы хотим, да, вот, и, соответственно, дело в том, насколько вы понимаете своего ребёнка и насколько вы реализуете потребности именно свои. То есть, вся эта ситуация, может быть, связана с тем, что воспитывая ребёнка одна сейчас и не имея мужчины, вы просто-напросто, как бы, ущемляете себя во всём, ну, ради ребёнка. И, эффективно, стремитесь к поддержке отца. А отец, он, в принципе, всегда относился к вам и никаких проблем у него нет, да, то есть, он не менял к вам своё отношение, судя по всему. Ну, об этом я тоже скажу, когда буду анализироваться. Вот. То есть, ваша задача как, значит, взрослого человека, да, найти причину своего такого состояния, своего отношения. Ваша задача как взрослого человека увидеть, увидеть причину, по которой вы так себя чувствуете. Ваша задача как взрослого человека лучше чувствовать свои желания, вот, и правильно их, ну, скажем так, правильно их удовлетворять. Вот. Я думаю, что это вот такая, ну, скажем, глобальная цель, если можно так выразиться. Это такая вот глобальная цель для вас, да. Дальше идём. Значит, как выстроить правильно отношения с отцом, исходя из ситуации? Понимаете, аноним. Правильно отношения с отцом вы не выстроите никак. Почему? Потому что правильно отношения выстроить нельзя. Это несовместимые понятия. Правильно и отношения. Отношения строятся неправильно или неправильно, а отношения строятся так, как, знаете, я бы сказал, отношения строятся так, как хочется. Так, как вот лежит душа, так, как чувствуется, да. То есть, например, видите, допустим, ну, это я сейчас просто пример говорю, да. Ну, вот. Видите, например, что ваш отец, да, вот он, ну, чётко разграничивал, как бы, значит, вас и, соответственно, падчурец. Вот. И всё. Это реальность. Вы из этой реальности исходите. То есть, либо вы берёте деньги в долг, раз вам, ну, в принципе, деньги нужны. Либо, если вас не устраивает такое отношение, просто высказываете отцу свои соображения, выслушиваете его доводы и всё. Либо просто деньги не берёте. Ну, тогда вы рискуете, соответственно, потерять обеспечение, которое вам очень важно, ну, судя по, судя по тому, что вы, вот, говорите. У вас же, у вас же претензия к тому, как отец относится к вам, а это, вы правы, детская позиция, позиция, ну, скажем так, капризного ребёнка. Вот. Но, с другой стороны, с другой стороны, этот капризный ребёнок, он тоже чего-то хочет. То есть, у него, как бы, тоже есть свои желания. И их, эти желания, ну, ни в коем случае нельзя сбрасываться с счетов. Да? То есть, если есть желания, их нужно реализовывать. В любом случае. В любом случае. Вот. Надеюсь, что этот, именно этот момент вам понять. Надеюсь. Вот. Дальше. Значит. Так. Что вы пишете? У моего отца, помимо меня, есть ещё батчерица, у которой муж и ребёнок. Так. Ну, вот, не часто подобные вещи. Значит. Встречаешь, батчерица – это неродная дочь для одного из супругов, родившихся от предшествующего брака второго супруга. То есть, получается, что батчерица – это дочь жены вашего отца. У которой муж и ребёнок. Угу. С ними он видится чаще, чем со мной и моей дочерью. Это объяснимо. Его жена, её мама и бабушка. Ну, вот, я не знаю, насколько это объяснимо, потому что, видимо, вы это не приняли. Как, вот, как, ну, как, знаете, как взрослый человек, да, вы этого не приняли, мне так кажется, потому что, в противном случае, не было бы проблем у вас. То есть, вы говорите, что это объяснимо, может быть, может быть, это объяснимо. Я не говорю, что это необъяснимо. Объяснить можно всё. Вопрос не в том, что вы можете объяснить, а вопрос в том, что вы чувствуете. Понимаете? И вам не может быть всё равно на то, что отец чаящий с ними видится. Другое дело, что если вы, как взрослый человек, поймёте, если вы, как взрослый человек, поймёте, что это означает. Другое дело, если вы, как взрослый человек, поймёте, с чем связана подобная позиция. То есть, с чем связано, ну, вот, то, что отец так, значит, ну, так себя ведёт. Знаете, я полагаю, я полагаю, что это было бы здорово для вас, именно для вас это было бы великолепно. Именно не объяснить, да, не объяснить ситуацию как, ну, как таковую, да, вот, а именно прочувствовать её до конца, вот, полностью. Это было бы, вот, вообще здорово. Для вас это было бы потрясающе, на мой взгляд. Вот. Понимаете? Потому что, когда вы говорите объяснимо, это механизм рационализации. По, ну, по сути дела. Механизм рационализации. Механизм рационализации, это то, что проблему вроде бы решает, но по итогу она со стороны остаётся. То есть, это опять же вопрос, насколько вы со своим отцом близки, насколько вы его чувствуете, насколько вы его понимаете, насколько вы, значит, ну, насколько вам он близок. Были ли у вас доверительные отношения с ним вообще когда-нибудь? Вот. Если были, то, соответственно, что с ними случилось? Да, ну, я имею ввиду с доверительными отношениями. Вот. То есть, всё вот это, это, конечно, очень и очень важный момент, если мы говорим, опять же, о проблеме ваших взаимодействий. Потому что, ну, я просто не верю в то, что это вот, знаете как, это, ну, получилось, это случилось только вот сейчас, да. То есть, ну, это, я в это не верю. Вот. Я считаю, что это, ну, началось это давно. Началось это давно. Вот. Понятно, да, о чём идёт речь? Дальше, дальше. Так. Мои чувства задевает то, что молодую из неё подчеркнули, что она называет дети, 24, 24, 29 и 2 года. У меня же взрослая женщина, 33 и 5 внучки. Вы уверены, что внучки? А кому 24? Кому 29? Если батюли со 29, то это означает, что, ну, она как бы действительно для него ребёнок больше, чем вы. Ну, тут зависит ещё от возраста отца. Вот. Если 29, эээ, если 29, эээ, пятчерится, в таком случае можно говорить, что дети, они для него, потому что у него жена. Вторая жена, она для него более, как бы, важна, более близка, и он, соответственно, хочет быть отцом. Таким образом, она её благосклонность пытается удерживать. Ага, тут вот непонятно у вас. Вы бабочка или он дедочка? Короче, спутаница тут какая-то немного получилась. Я так думаю, что вы имеете в виду дочка. Иван даёт мне маленькие деньги на приезд, на свадьбу мне он даёт в долг, хотя я одна воспитываю ребёнка. А ребёнка какого вы воспитываете? Это, это внучка? То есть, ну, вы имеете в виду, что... Так. А, я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Я понял. Я понял. Я понял. Извините меня. Пожалуйста. Значит. Ваш отец, да, дедочка, то есть, вы имеете в виду, что внучек... Вы имеете в виду отношение к нему имеете в виду. А, вот. А, так. Значит, мне он даёт долг, хотя одна воспитываю ребёнка, и на жизнь нам хватает, но... А, он знает о меньшинстве у нас до сих пор некоторых трудностях. Ну, знаете, понятно бывает. А, если вы себя так поставили, с ним, да, если вы с ним себя так поставили, вот. Что вы взрослые, что вот у вас отношения такие более официальные, более формальные. А, вот. А, ну, это... Опять же, это ваша ответственность. Что задевает вас... А, вот конкретно... Что вас задевает конкретно? Я не думаю, что задевает вас именно этот момент. Он... Ну, вот. А... Что он их... Их... А... Детьми считает. Я не думаю, если честно, если честно. Что он... Что вас задевает именно это. Я думаю, что вас задевает что-то другое. Что... Оказывается, оказывается... Ваш папа, может, по-другому. Оказывается, ваш папа может общаться по-другому с, ну, с людьми, с своими родными И вы чувствуете себя недостойны этого Вот в чем проблема Вот в этом все ваше дитя Именно в этом ваше дитя Вы чувствуете себя недостойной такого отношения Думая, что проблема в вас Это в определенной степени эгоистичность Но эгоистичность не в том смысле, что вы эгоистка и все хотите для себя А эгоистичность в том смысле, что вы считаете, что если к вам вот как-то относятся, да, люди Ну, например, ваш ответ Отец, это обязательно из-за вас Так, т.е. вы как бы, ну, это обязательно ваше все дело и ответственность, она именно ваша Вот, на самом деле это не так, на самом деле это не так А ответственность это не ваша То есть как бы отец принял это решение не из-за вас, а из-за того, что он, собственно говоря, решил Вот, и вы, вы на это, вы на это, ну не можете повлиять, вы можете на это повлиять, но по-труге, по-скольку. То есть не нужно, не нужно, не нужно думать, что все вещи, которые делает ваш отец, это только из-за ваш. Его прошу только в долг и не считаю, что он кому-то из нас должен, мы действительно все взрослые люди. А вы считаете, что он, вы не считаете, что он кому-то из вас что-то должен? Хорошо. Считаете, что вы взрослые? Хорошо. Так получается, что по-человеку в меньшей степени взрослых? То есть, если так подумать, то вы имеете в виду, что вы не хотите быть взрослой и хотите, чтобы ваш отец был вам что-то должен. Противоречие получается. Вопрос в том, вы высказываете ли вы ему это противоречие или нет. Мне становится грустно от разницы в его отношении к родной дочери и внучке и семье патрицы, которым родной не является. Вот оно противоречие. Вы пишете, что не считаете, что он кому-то должен из вас что-то считаете, что вы взрослые люди, но вам грустно. Вам грустно. Значит, есть ожидания, значит, есть потребности. Есть какие-то претензии, ну, то есть претензии в плане того, что вы чего-то ждёте от него. Вот. Знаете, знаете, какая история. Вот. Летний, как мне кажется, именно вот ощущение, что вы недостойны. Я очень хорошо отношусь к детям, но боюсь, что моё отношение может испортить из-за поведения отца. Знаете, аноним, здесь у вас опять же, я бы сказал, безответственность. При чём здесь дети? При чём здесь дети? В кавычках. При чём здесь патчерица? При чём здесь её дочь? И так далее. При чём здесь это? Они что? Это дело, я не знаю, в жене тогда вашего отца, которая так поставила насчёт себя и детей своих, да? То есть, ну, внёчку там и патчерица её ребёнка. Ну вот. Тогда ещё в этом дело. Но по большому счёту всё дело в отце вашем. Вот. А вы здесь, знаете, вы здесь как будто, вот, виноватого хотите найти. Никто не, знаете, поиск виноватых, поиск виноватых вам ничего хорошего не даст. На самом деле. Именно поиск виноватых. Вам даст только взятие на себя ответственности за то, что происходит сейчас. То есть, если я прав, и вы действительно чувствуете, просто чувствуете себя недостойным такого отношения, из-за этого меняется ваше представление о себе, то это значит, что оно неустойчиво. Ваше представление о себе неустойчиво. И это, в свою очередь, означает, что у вас нет устойчивого мнения, устойчивого понятия о том, что вы из себя представляете. И вам нужно подтверждение извне, подтверждение извне, периодически хотя бы. Вот. Что с вами всё краще. Вот. Либо, либо вы чересчур сильно стараетесь быть взрослым. То есть, чересчур сильно пытаетесь быть взрослым. Чересчур сильно пытаетесь, ну, знаете, по сути во всём себе отказываете, да, всё делаете только правильно, только потому, что так правильно, только потому, что так надо. Вот. И, в общем-то, запрещаете себе малейшие-малейшие слабости. Вот. Если ситуация так складывается, то ваша реакция понятна. Всё копится, 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 неудовольствие, неудовольствие копится. Вот. Вот. Вы вспомните себя, вот, ребёнка, ребёнка, да, вот. У вас есть дочь? Вот. Ну, вы пока, как бы, как бы, вы пока про дочь свою забудьте ненадолго. Вот. Образите себе ребёнка, ребёнку, образите себе ребёнку. Ну, просто какого-нибудь ребёнка, образите себе. Вот. Соответственно, соответственно, что бы вы могли этому ребёнку предложить? Что бы вы могли сделать для этого ребёнка? Вот и сделайте, сделайте для него, сделайте для ребёнка что-то, что-нибудь. Вот. Вот. То есть, подумайте, что бы вы сделали для этого ребёнка, и сделайте это для себя. Вот. Вот. Вот это и будет вам, по сути, такой, ну, скажем, реабилитацией, если можно так выразиться. Вот. Вот так, чем требовать от отца, да, того, что он вам дать, ну, не может, или, может быть, не хочет. Вот. Вы можете просто сами себе дать всё, что вам нужно. Так. Дело здесь не никак, а возникающим чувством недолюбленности и мыслях, что дочь жены и её семья важнее, чем собственная дочь и внучка. Вот. Это проблема вашей значимости. То есть, проблема чувства собственной значимости. То есть, проблема в том, что вы не чувствуете себя значимым. Проблема в том, что вы не ощущаете себя значимым. Настолько, настолько, ну, чтобы чувствовать себя, ну, не знаю, удовлетворённым, может быть, или что-то, что-то типа того. Понимаете? Какая история. Вот. И это опять же, это опять же, опять же, этот, это аспект, этот аспект, это ваши собственные цели, ваше собственное желание. Это то, что зависит от вас. То есть, от вас зависит то, насколько вы, например, реализованы в жизни. От вас зависит то, насколько вы значимы. Только от вас, больше ни от кого. Вот. Ну, к сожалению или к счастью, да, мы сейчас говорить не будем об этом. Понимаете? Какая история. Вот. То есть, подумайте, что бы вы могли это сделать для повышения собственных отношений. Вот. А из-за этого никакое желание прекратить общение, чтобы не испытывать неприятных эмоций. Чувствую ребёнком всегда, сейчас. Ну, здесь я бы сказал так, что... Прекратить общение можно, в принципе. Можно прекратить общение. Но вам это, вам это ничего не даст. Прекратить общение вам абсолютно ничего не даст. Ничего не даст. Совершенно. Вот. Потому что чувства останутся. Вот. Недолюбленность останутся. Потребность в, ну, в том, о чём вы говорите, останется. Вот. Поэтому я думаю, что общение прекращает бесполезно. Ваш отец, он, скорее всего, не поймёт, не поймёт ничего, почему вы прекратили общение. Вот. как-то, ну, ущерб себе, вот и все, вот и все, вот и все. И нужно вот с этим разбираться, в первую очередь, ребенку нужно удовлетворить, знаете, ребенку не слышу, я прям чувствую, знаете, чувствую по вашему тексту, как вы напряжены, как вы в постоянном напряжении, напряжении находитесь, я прям чувствую это, что вы не расслаблены ни на секунду, вот. Отдельного внимания заслуживают ваши отношения с мужчинами, то есть вот у вас дочь есть, а мужчины нет, вот, уверены, что это связано в том числе и со взаимодействием, ну, со взаимоотношениями с отцом, вот, в том числе, вот. Уверен, что это, ну, именно оттуда растут ноги того, что, ну, того, что вы одна, того, что у вас нет мыши, мыши. Но для вас, для вас было бы здорово, для вас было бы здорово, если бы вы увидели в этом свою проблему, то есть не проблему отца, ага, не проблему патчериц и её семьи, а было бы здорово, если бы вы увидели именно свою проблему, проблему, как бы влияния тех же самых, например, родительских, родительских догм на вас и решений принятых ребёнком, да, которые ваши, если вас есть. То есть, грубо говоря, вот как вы выходите из ситуации, да, в которой оказались. То есть вот вы оказались в ситуации, когда, ну, соответственно, нужно принимать какое-то решение, да. Вы говорите, вы противоречите себе, это первое, да. Второе, вы хотите не сбежать. Третье, вы напряжены. То есть ответственность, вероятно, требовал от вас всегда, ну, всё время быть сильным. Это ваш драйвер. Быть сильным. И не быть слабым. И именно потому что вы, именно потому что вы являетесь сильным, именно по этой причине к вам так относятся. К вам так относятся. Именно поэтому. Потому что вы не проявляете слабость. Вы слишком взрослые. Но я бы сказал, что это не взрослость. Я бы сказал, что это те родительские посылы, которые ваш отец, ну, вот, вам внушил, возможно. Вот. Понимаете? Вот и всё. Вот и всё. Вот и всё. Поэтому мне кажется, мне кажется, выход не в том, чтобы с кем-то прекращать отношения. А мне кажется, что выход в том, чтобы анализировать свои желания. Вот. Выход в том, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы позволить себе быть слабым. И тогда вы встретите мужчину, который будет о вас заботиться. И с которым вы сможете построить хорошие, здоровые, качественные отношения. Вот. Это, в принципе, это, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. Ну вот. Вот. Опираясь на ваш текст, который вы написали. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне куличку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok